Казак Ой, дорожонька незнакомая была Ой, дорожонька незнакомая была Ой, незнакомая 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 Ой, дорожонька незнакомая Нас всех объединила любовь к песням В первую очередь моя семья Жена, дочь, мы втроем создали свою бедреву Которая называется Любо Центр славянской культуры Творческий центр При котором образовали Наш ансамбль фольклорный 5 лет назад это произошло И называется наш коллектив Семейный фольклорный коллектив Русской и казачьей песни Любо мне По-латышски это звучало так Манпатик Любо мне Позже, позднее 3 года назад к нам присоединилась Люба Где-то полтора-два года назад Виктор Много людей Интересовались И хотели бы петь Но оказалось, что все-таки Пение такое Это все-таки труд Это труд, это работа над песней Это регулярное прослушивание Хождение на репетиции Не все долго могут это выдержать И у нас любовь к этой народной песне Проявилась вместе с осознанием себя Да, мы родились в Латвии, живем в Латвии, любим Латвию Но кто же мы есть? Мы же не латыши Но мы, наверное, уже не те русские Я себя так вот представляю Ну, понятно И вместе с осознанием себя А кто же мы Появилось осознание тогда Если мы все-таки русские У нас корни русские У многих Ну, почти у всех То какие песни нам петь? Можно петь современную эстраду Можно петь джаз Можно индийские песни петь Конечно, было бы логично, что мы будем Петь песни наших дедов, прадедов, наших предков Сначала мы начали петь казачьи песни Почему? Потому что Здесь особая энергетика И казакам мало быть И показать потом документ Вот, у меня все родители казаки Я тоже казак Нет, совсем не обязательно Оказывается, в Лиге у нас много потомков казаков Но они не соблюдают ни традицию, ни культуру Ну, только считают, всегда называют Вот, мы работали с Тамарой, с женой моей В архиве, в российских архивах Пытались найти свои корни Да, почему же И получить ответы Почему мы вдруг вот Ощущаем себя такими И, представляете Тамара нашла в старых этих книгах Что у нее прадед Казак Так и написано В церковных книгах Казак Все Всем поколений обратно И все везде казаки Муинское сословие Эта песня называется «За Ураном за рекой» Походная песня казаков Донских казаков И потому что Казак прежде всего Это воин Часто находится в походе Не дома И на моменты отдыха Или во время похода Поется вот эта песня Чтобы не так было Тяжело переносить эти тяготы К боинской службе Называется она «Ай, Сарминалу» Ай, за Уралом Ой, да за рекой Казаки, да гуляя Ей, ей, ей Живо не родей Ей, ей Казаки, да гуляя Ей, ей Живо не родей Ей, ей Казаки, да гуляя Ай, не каленую Ой, да не стрелуй За Урал Допущаю Ей, ей Живо не родей Ей, ей За Урал Допущаю Ей, ей Живо не родей Ей, ей За Урал Допущаю 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 Песня «Роза» 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 для себя и четко взять их голоса, партии разобрать и таким образом попытаться повторить это не то же самое, но как у нас получается? Вы уже понимаете, что Кривово-лодиго видов мало этнографических клантов. Как вы думаете, как петь? Потому, что это не популярная Латвия. Не только в Латвии, но и по-пасуму. Начинает только сейчас возрождаться, я бы так сказала. Буквально этому движению лет 20, наверное, не успели еще. И наоборот, в последние годы все больше и больше интереса у молодежи даже это вызывает. И если будем популяризировать, если будем это показывать, хуже то, что внедряя новое что-то, забывается старое. Вот это да. Вот вы говорите, почему. Трудно сказать, почему забыли старое. Может быть, решили, что слишком грустно, как-то надо сюда новое, более развитие. Знаете, как обычно считается, новое это лучше, чем старое. А часто говорят, новое это хорошо забытое старое. Поэтому новое пусть... ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон»